Полагаю, что для людей не первый год следящий за MMORPG индустрией, наименование Вселенная Лодов не является пустым звуком, а с их онлайновой версией, так или иначе, знакомы, пожалуй, все заядлые геймеры. И раз уж западные конторы столь настойчиво попросили русскоязычных игроков из своих проектов, пришло время сдувать пыль с полок отечественного геймдева и ступить на просторы вернувшейся из затянувшегося астрального путешествия Вселенная Лодов Онлайн. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы на канале Фантомания, и как водится, сегодняшний выпуск начнем с небольшой исторической справки и краткому описанию моего скромного опыта в рассматриваемом проекте. Вышедшие в далеком 2009 году в открытую бету, Лодов Онлайн едва ли оставили равнодушными тех, кому довелось с ними столкнуться. Ведь игра не просто стала очередной пародией на Эверквест, она постаралась переосмыслить саму концепцию фэнтези-приключения, добавив щепотку киберпанка и аллюзий к различным укладам государства российского в прошлом. Нашлось место не только для знакомых нам противостояний двух фракций в период условной эпохи Возрождения, но и возможность бороздить астральные просторы на специальных воздухоплавательных кораблях, попутно вступая в противоборство с обитающими в них чудовищами. Само же противостояние фракций имело весьма интересную трактовку, а представлены они были в лице Империи и Лиги. Первая нарочитая явно соотносилась с коммунистическим укладом второй половины 20 века. Вторая же, в свою очередь, символизировала более раннюю средневековую Русь, прототипом которой, со слов ведущего геймдизайнера, была Русь Новгородская. Весь этот коктейль концептуальных экспериментов внес свою лепту в развитие отечественного геймдева, и после прошлых игр по типу сферы онлайн смотрелся весьма презентабельно. Ваш покорный слуга ознакомился с аллодами в первые дни их открытой беты, в том же 2009 году. На тот момент меня весьма заинтересовала столь необычная для тех времен атмосфера. Она была, с позволения сказать, стебовой, и высмеивала стереотипные представления не только о самом жанре MMORPG, но и шаблонные представления о наших предках. И все это граничило с пафосом героики, происходящих вокруг событий. На то время мой игровой опыт ограничился лишь несколькими десятками часов, поскольку примерно тогда же на просторах сети интернет уже маячили куда более интересные лично для меня проекты. Например, тот же самый Востелин Колец Онлайн. Но не о них речь. Люди, не понаслышке знакомые с аллодами, всегда корили их за обилие внутриигровых покупок за реальную валюту. Иными словами, разработчики грешили столь известный для фри-то-плей проектов донатом, позволяющим за звонкую монету добиться небывалых высот, поднявшись над нежелающими вкладывать месячную зарплату в условно-бесплатное развлечение. Однако шли годы, и в моду вновь стала входить подписочная система. И во всех стареньких играх начали потихоньку открываться прогрессирующие сервера, на которых действовала отдельная подписочная система. И вот, сегодняшний день ознаменовал начало пути второго подписочного сервера Allod of Online. Сервер получил название «Звезда удачи». А вместе с его запуском, разработчики столкнулись с весьма неожиданными для них сложностями. Ведь со всех уголков необъятной, на него ломанулись желающие вновь заняться исследованиями, до более знакомых астральных широт. Вероятно, разрабы пребывают в состоянии эйфории, ведь спустя столько лет на их серверах вновь возникли многотысячные очереди, которых приходится простаивать по несколько часов, прежде чем вы доберетесь до создания персонажа. К сожалению, в дополнение к необходимости сидеть в очередях, у меня добавилась еще и невозможность написать свой никнейм, а следовательно и создать персонажа. Поэтому я вынужден был несколько раз перезаходить, и в процессе простоя даже написал вот этот вот сценарий. На практике это означает, что в ближайшие дни я обязательно выпущу продолжение, а для всех желающих присоединиться к моему приключению, оставлю реферальную ссылочку, перейдя по которой вы должны получить какие-то бонусы. Ну а если вы создадите аккаунт с нуля, то вам еще и на две недели дадут бесплатную подписку, что позволит прощупать и понять, насколько вам интересно играть. На этом сегодняшний вступительный ролик по лодам онлайн подходит к своему логическому завершению. Благодарим за проявленный интерес, и будем рады видеть вас снова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok